Мы продолжаем цикл программ, посвященный деятельности некоммерческих объединений. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем о людях, которые заботятся о братьях наших меньших, которые остались без дома, скитались по улицам и уже совсем не надеялись на спасение и помощь человека. Это был 2012 год. Мне посчастливилось познакомиться с группой очень активных, замечательных людей, которые решили создать общественное движение «Дай лапу» и пригласили меня в свою команду. Собственно говоря, с этого и началась моя деятельность, деятельность движения. У нас большая команда. Нельзя сказать, что всем занимается один человек или два человека. Команда очень большая. Есть в костях актив движения. Есть кураторы по различным направлениям. Региональное общественное движение «Помощь бездомным животным» – именно так звучит полное наименование организации – занимается помощью бездомным животным. Но кроме того, что волонтеры «Дай лапу» помогают непосредственно животным, большой блок работы занимает просветительская деятельность. Например, уроки доброты в школах Сургута. В школах уроки добра мы проводим, конечно, да, обязательно. Опять же, тоже уроки добра могут быть в выездном формате, когда класс приезжает к нам на участок. Или это, может быть, скажем так, в домашнем формате, когда мы, наши волонтеры, приходим в школу. В детский сад. У нас в этом году появился такой опыт. Мы попросили в детские сады, почему вы не ходите к нам. Мы не стали ходить в детские сады. То есть это тоже был очень, ну, для нас новый опыт. Но мы стараемся работать, в общем-то, с ребятами с самого маленького возраста, потому что это будущие владельцы животных. И что сейчас будет посеяно в их сознании, ну, собственно говоря, с этим то и вырастет у них с возрастом. Мы участвуем в общем-городских мероприятиях со своими акциями, проводим акции собственные. У нас есть проект, которому уже четвертый год, это прогулка с собаками. Когда еженедельно, по субботам, по воскресеньям, приезжают волонтеры, приезжают горожане, которые хотят просто пообщаться с животными. И, собственно говоря, гуляют с собачками, дарят им корма, вкусняшки, ласку, внимание. Я являюсь волонтером Дайлапу. Мы устраиваем прогулки воскресные с подопечными нашего движения. Устраиваем их уже где-то три года, начиная с 2016-го, получается, года. Начала распространяться информация по городу о том, что мы такие прогулки проводим. Люди начали узнавать о нас, люди начали приходить к нам, приносить к нам кормы. Приходят периодически какие-нибудь популярные люди с Ругута. Можно попробовать. Можно взять сначала под опеку какое-нибудь животное, посредить, позаниматься, покормить, повычесывать, поубирать. Это первое. И второе. Мы еще надеемся, что все-таки животное будут забирать. То есть это такой способ. Ну, тяжело прийти и сказать, вот, мне нравится эта собака, я ее забираю. Все-таки собаки, они же все тоже, как и люди, характерные, и поэтому можно подобрать себе именно друга, компаньона, и вот, будет классно. Волонтеры, которые дежурят на горячей линии. Есть волонтеры, которые помогают с перевозкой, то есть там отвезти животных или какие-то корма, там, на склад или в клинике, то есть на ярмарке. То есть на самом деле вариантов принять участие каким-то образом в помощи животных и, в принципе, в деятельности организации, великое множество. Было бы желание. Дайлапу стали лауреатами уже не первого гранта, и каждая из них – это большая победа всего коллектива Дайлапу. Самый значимый для нас был первый. Первая субсидия окружная, это было, по-моему, в 2014 году. Это был наш такой первый проект. Мы получили что-то там порядка, около 500 тысяч рублей. Для нас это были совершенно сумасшедшие деньги. Ну и сейчас, в принципе, это сумасшедшие деньги для нас. Но просто было очень здорово создать проект, который поддержали вот на такую сумму. То есть для нас это был такой опыт, и вот эмоции, конечно, тогда захлестывали. Наверное, из таких далее значительных событий в грантовой сфере – это, конечно, когда мы получили первый в своей практике грант президента Российской Федерации. Это был конец 2016 года. В течение 2017 года мы его реализовывали. Грант был там 1 миллион 200 тысяч рублей с небольшим хвостиком. Просветительский проект у нас был. Ну, в Сургуте своих не бросают назывался у нас. Потом это название перешло уже там на другие, у других организаций. Но вот это был наш первый проект. Это мы его нигде ни у кого не заимствовали. Он был направлен на, опять же, у нас были там статьи, радиопередачи, ролики и раздаточные материалы для уроков добра. То есть для нас это, мы были тогда еще такой зеленой молодой организацией. И для нас на тот момент это было очень большое подспорье, когда мы обросли такими раздаточными материалами, методичками, листовками. Это было очень для нас полезно. Не было такой большой практики у гранта президента, когда за защитные организации получали бы поддержку этого фонда. Это было очень невероятно. Сейчас мы получили второй, в конце 2018 года, мы его сейчас реализуем, мы получили второй грант президента Российской Федерации. Тоже радость была неимоверная, потому что мы получили его на реализацию нашего такого проекта, который, собственно говоря, мечтался еще в 2012 году. Это Центр помощи бездомным животным переправа. Проект под названием «Переправа» – это переправа из жизни бездомных в жизнь домашнюю. Переправа от непонимания проблемы к ее решению. Благодаря президентской поддержке есть возможность строительства 25 более удобных, более просторных вольеров и площадки для дрессировки. Мы очень надеемся, что в этом году, осенью, мы уже переедем и у нас уже появится такое подобие нашего дома, Дайлаповского, где у нас будет сосредоточена, по крайней мере, та часть собак, с которыми сейчас у нас прогулки организовываются, которые сейчас живут на других участках. Проект очень масштабный. Кроме вольеров и площадок мы планируем там еще создать, ну, естественно, там хозяйственные постройки. И самое главное, мы хотим там создать дом волонтеров, потому что у нас очень большое число людей, которые, ну, и приходят на прогулки, которые нам помогают. Плюс мы бы хотели, чтобы приходили туда дети, направить на уроки добра, и чтобы они видели тех животных, которым они помогают. Потому что очень часто в школах проводятся акции по сбору кормов. На самом деле для нас это колоссальная поддержка в Югре. В этом году новшество в системе поддержки некоммерческих организаций. У нас введен единый грант губернатора по аналогии с фондом президентских грантов. На мой взгляд, это очень классная, удобная для НКО система. Это система, которая позволяет поддерживать действительно сильные проекты вне зависимости от направления их деятельности. И, собственно говоря, мы приняли участие в первом конкурсе, и мы тоже стали победителем этого проекта. А проект у нас не заставляет свою собаку краснеть. Проект никак не связан с переправой. Совершенно отдельное направление направленное на то, чтобы сделать наш город чище. Но я думаю, что это секрет, что очень часто возникают конфликты между владельцами собак и невладельцами по поводу уборки за питомцами. И на самом деле проблема острая. Не очень приятно видеть, собственно говоря, отходы жизнедеятельности чьих-то животных. И мы, собственно говоря, сделали проект по установке урн для уборки за животными и таких мотивирующих табличек к ним, не заставляя свою собаку краснеть. То есть быть хорошим хозяином. Интервью с Александрой мы записали месяц назад, а сейчас этот проект уже реализован. И в парках в людных местах города Сургута установили 30 урн, предназначенных для уборки за своими питомцами, которые уже активно используются горожанами. Планы у нас программа «Минимум» в этом году. То есть нам нужно переехать, перевезти собак с двух арендуемых участков со здоровьем из Терешковой и начинать обживать переправу. Нам нужно отсыпать участок обязательно, потому что тот участок, который мы арендуем у муниципалитета, он такой болотистый, мягко говоря. И там отсыпка нужна очень серьезная. Там нужно порядка еще 400 машин. Грунта, песка, то есть любых материалов. Сейчас, кстати, запускаем вот акцию «Запустим переправу вместе». И, естественно, будем просить помощи горожан и в округа, в смысле в жителей, не в правительство. А потом, следующий этап, мы в сентябре запускаем краудфандинг на строительство будок. Для нас это будет новый опыт. Краудфандинг – это народное финансирование. Есть у нас такая площадка «Общероссийская планета.ру». И вот как раз на этой площадке мы планируем запуск краудфандингового проекта. Пока мы не замахиваемся на какие-то огромные суммы, мы попробуем пока проект порядка 500 тысяч рублей. Хотим посмотреть, как это работает, потому что для нас это будет новый опыт. Мы немножко волнуемся. Поэтому надеемся на удачу, надеемся, что проект пройдет, и мы справимся, и сможем потом делиться опытом, собственно говоря, с другими организациями, как это было, какие были трудности, что мы не предусмотрели, что мы наоборот предусмотрели, и все, чтобы прошло хорошо. Какая же цель? Наверняка здесь все понятно – приютить, накормить, вылечить и найти семью. Это идеальный исход событий как для волонтеров, так и для подопечных. Но снова вернемся к просвещению. Огромную роль играет то, что смогут дайлаповцы вложить в голову людей, окружающих их каждый день. Во-первых, очень в положительную сторону изменилось отношение людей к стерилизации. То есть, если 7 лет назад, когда мы говорили о стерилизации, было очень много комментариев, что зачем, да это живодерство, да кошечки нужно родить, да у меня там вот кошечка рожает, это я всегда пристраиваю там котят или там собачка рожает, я всегда пристраиваю щенков, то теперь все-таки очень многие владельцы совершенно четко понимают, что при достижении определенного возраста животное нужно стерилизовать. То есть, это хорошо для животного, это хорошо для хозяева. Это, ну, очень такой вот первый знаковый момент. Больше стало людей, которые берут дворняк себе в качестве питомцев. О зоозащитной организации стали говорить как об организации сильной, которая может привлекать в город деньги. Ну, то есть, вот мы сейчас, да, даже взять грант губернатора, да, это там более 900 тысяч рублей, там у нас только на урны, на табличке, там уходит там 600 с чем-то тысяч. То есть, мы привлекли эти деньги в город, да, мы в каком-то смысле сэкономили бюджет, да, то есть бюджет не нужно требовать. То есть, мы строим переправу, мы не получаем средств из бюджета, то есть мы строим это там на пожертвования, на гранты, на какие-то другие, там, на спонсорскую помощь. Но, опять же, мы не просим этого города. Конечно, да, есть и федеральная повестка, да, по поддержке НКО, по развитию гражданского общества, по развитию волонтерства. Безусловно, округ это все транслирует, и слава богу, что он транслирует, потому что поддержка, например, в Югре, она действительно очень хорошая. У нас, действительно, вот без тени лести, у нас классный губернатор, который все это понимает, и который активно нацеливает, собственно говоря, и правительство на взаимодействие. Как он сказал, ребят, это третий сектор экономики, это недомерческие организации. И это правильно, потому что зачастую люди, которые занимаются решением каких-то социальных проблем на коммерческих организациях, они зачастую лучше знают, как ее решить. Ну, потому что чиновники, действительно, они не могут знать все, а люди, которые, ну, болеют, потому что, как правило, в итоге, которые болеют этой проблемой. Они, действительно, знают больше информации, они могут что-то подсказать и могут найти более эффективное решение этих проблем. Продолжение следует...